Узнагородить, орденом за особистую мужность Харламова Алексея Алексеевича, наместника командира мотостралковой роты механизованного батальона 11-й особной гвардейской механизованной бригады старшего лейтенанта. В возрасте 12 лет, посмотрев сериал «Кодетство», который был очень популярен, я решил попробовать в свои силы поступить в Минско-Своровское военное училище. Оторвали, так сказать, сам себя вернее, оторвал от семьи, от мамы, от бабушки, дедушки. Большой плюс в том, что офицеры, которые у нас были, они заменили отца. То есть они были для нас нашими родителями, воспитывали нас, делали из нас настоящих мужчин и как военных профессионалов. Придя в военную академию после Своровского училища, у нас уже багажнание за спиной было очень большое. То есть мы на уровне других мальчишек со школы уже с оружием умели обращаться, даже выполняли нормативы огневой подготовки. Мы парни 16-17-15 лет, и мы уже умеем с оружием обращаться. Поэтому хорошая школа жизни. Закончив училище в 2015 году, поступил в военную академию Республики Львоварусь на специальности «Идеологическая работа в подразделениях вооруженных сил». В 2019 году, окончив академию, распределился в 11-ю отдельную механизированную бригаду на должном заместителе командироты по диалогической работе, где сейчас прохожу службу уже почти три года. Во время службы занимаюсь с личным составом, так сказать, являюсь для них воспитателем, то есть держу моральный дух солдат всегда на уровне, вникаю в какие-то проблемы, сложности, помогаю не только словом, но и делом. То есть главная моя задача – это поддерживать морально-психологическое состояние личного состава на должном уровне, которое обеспечивает выполнение поставленных задач. Солдаты, как правило, трудно адаптируются к военной службе часто, то есть их награжданки часто не под наблюдением родителей, они их постоянно, так сказать, уделяют им внимание, так за ними бегают, все-все-все так смотрят. То есть уже солдаты приходят в самостоятельную жизнь, и родителей рядом нет, им порой очень сложно за собой даже там элементарные кровати не заправить, то есть они этим не занимались никогда, то есть мы их учим с нуля, воспитываем, чтобы они вышли настоящими мужчинами, защитниками Родины. 13 октября 2021 года проходили плановые занятия по огневой подготовке на полигоне бригады. Я был руководителем занятия на метании боевой гранат F1 и РГД-5. Ну, военнослужащие по очереди выполняли данные упражнения, вот, то есть все проходило в штатном режиме, и внезапно один военнослужащий выронил вдруг гранату F1, вот. Я наблюдал в поле, чтобы поставить оценку за выполнение норматива. Гранаты в поле я не увидел, я понял, что-то прошло не так. Смотрю, граната уже под ногами лежит, и прозвучал хлопок, то есть когда загорелся в гранате, запал, и подшел отсчет 4 секунды, вот, чтобы принять верное решение остаться в живых. Ну, солдат испугался, я, естественно, тоже. Вот, пытался я гранату для начала отфутболить, как написано, в наставлениях по огневой подготовке, то есть их ни в коем случае поднимать нельзя. Немножко не рассчитала силу, она не долетела до указанного, так сказать, мною места, которое я хотел ее туда столкнуть, в окоп, так сказать. Принято мною решение было военнослужащего оттолкнуть в окоп, то есть и самому укрыться в окоп. Военнослужащего в окоп я оттолкнул, ну, и сам военнослужащего с собой закрыл, не успел только буквально в секунду. Во время моего прыжка, так сказать, в окоп раздался взрыв, и частично я осколочное ранение получил, то есть порядка 40 осколков я, ну, то есть получил, и из меня их извлекли потом на дальнейшем враче. Неделя, я лежал в госпитале, операцию проводили два раза. После этого два раза осколки, то есть выходят периодически, тоже доставали. Ну, некоторые уже останутся, понятно, как напоминание о том дне. Ну, слава богу, так сказать, остались живы, здоровы. То, что обошлось еще так более-менее нормально. Но могло бы закончиться все гораздо печально, если бы не средства защиты, то есть обязательно бронежилет и каска должна быть, военнослужащим быть, то есть ни в коем случае этим пренебрегать нельзя. Это обязательно по наставлениям по огневой подготовке. Как правило, перед тем, что военнослужащие метают боевую гранату, они тренируются до автоматизма на учебной гранате. И пока они не сдадут требования безопасности при обращении с гранатами, их устройство и учебную гранату не отметают на отлично, их в боевой гранате никто не допустит. Самое интересное, что военнослужащий, который уронил гранату, выполнял норматив перед этим, еще один, по метанию боевой гранаты РГД-5, который я называл, он выполнил его на оценку отлично. То есть я даже не мог предположить, что только может произойти, если военнослужащий бросил гранату на оценку отлично, то есть в нем уже уверен, что он такого не может произойти. Ну вот, как показывает практика, бывают такие случаи в жизни. Данная награда является одной из ценных в Республике Беларусь. То есть очень мало людей награждены данным орденом. Было очень волнительно получать, потому что все-таки главнокомандующий, то есть президент Республики Беларусь, это высшее лицо не только в армии, но и страны. И было очень, так сказать, волнительно, да, волнительно получать, потому что все-таки, как сказать, самый-самый старший начальник и руководитель вооруженных сил и руководитель страны. Я слышал, так ходили такие слухи, что получишь госнаграду в части, но я не знал до последнего, как там, что. Мне вот буквально, да, позавчера позвонили, говорят, все, готовь форму, поедешь к главнокомандующему за госнаградой. Потому что первым звоночком, так сказать, стало, когда указ президента вышел, я уже был уверен, ну, уже все. Мне еще начали звонить знакомые, родные, друзья писали, говорят, вот, мы видели, вот-вот-вот-вот новости, начали мне все это, так сказать, предоставлять. Большой этот объем информации, я говорю, уже знаю, сам видел, ну, все, спасибо. Ну, конечно, немножко было страшно, так сказать, но я знаю одну такую хорошую вещь, что главе государства всегда можно доверять, он уже является нашим гарантом, так сказать. Вот, и не надо бояться, это же наш главнокомандующий, наш начальник, то есть, чего бояться? Если, как мне сказали, награда заслужена, ты ее заслужил, так не надо бояться, ничего. Все спокойно, так сказать, мне очень приятно было так, и такая большая гордость за то, что я присутствую на данном мероприятии, и из рук президента, но для армии является главнокомандующим, и получить государственную награду. Когда-то какие-то полигоны, полевые выходы вместе с личным составом, так сказать, и во время учения, и приходится в франширах пожить, то есть, где личный состав, там, и я с командирами наших мезлодов, командиром роты, то есть, мы постоянно вплотную, то есть, солдаты видят, как мы с ними вместе это живем, то есть, мы их там морально поддержим, они за это вот и уважают эти церкви, то, что они вместе с ними совместно переносят все эти тяготы, военные службы, все эти трудности. В армии существует понятие, как все равны, но в любом случае, ребята, которые старшего периода, они выполняют задачи более, так сказать, уверенно, более лучше, качественно, потому что они уже на опыте, они обучают, передают свои навыки младшему личному составу, стараются ребята старшего периода помогать младшим, за ними закрепляется личный состав, который они должны обучить, и передать им свои знания, когда они уйдут на службу, то есть, они станут на их место, станут старшим периодом уже ребята, которые младше. То есть, такого понятия как дедовщина в армии нет. И с родителями ведется контакт, родители все время переживают, созванивают со своими ребятами. То есть, и мы с родителями ведем хороший диалог. Если какие-то проблемы возникают, можно решить там проблемы семейного характера, несемейного. То есть, чем можем, тем помогаем. Неспокойная обстановка в соседней стране, но в любом случае наша армия всегда готова защитить свою страну. Если какая-то угроза из-за рубежа будет угрожать нашей территориальной целостности, независимости и безопасности страны в целом. То есть, наша армия готова всегда отразить врага. Товарищ главнокомандующий, для нас всех большая честь здесь присутствовать в этом зале, на данной церемонии. И от лица представителей силовых структур хочется сказать, что мы свою профессию выбрали по зову сердца, продолжая тем самым славные боевые традиции наших предков-победителей. И наша армия обеспечивает надежную безопасность нашей страны, территориальную целостность и независимость. Также хочу добавить, делать это все для того, чтобы граждане Республики Беларусь, наши матери и дети, жили под мирным небом над головой и имели большое светлое будущее. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok